Последние 10 лет датский актер Мац Микельсен пользуется чрезвычайно большой популярностью среди киноделов. Причем не только на родине, но и в Голливуде. При всем при этом он остается довольно требовательным к проектам, в которых снимается, из-за чего фильм с его участием вполне можно отнести к категории рекомендуемых к просмотру. Именно таким является фильм еще по одной от датского режиссера Томаса Винтерберг. В центре сюжета четыре друга Мартин, Томми, Питер и Николай, которые являются преподавателями средней школы Копенгагена. В честь 40-летия Николая друзья собираются отдохнуть и в ходе посиделок Николай рассказывает ребятам про одну интересную гипотезу, автором которой является психотерапевт Финн Скердерут. Гипотеза гласит о том, что содержание 0,5% промилле алкоголя в крови поможет человеку повысить эффективность и уровень его счастья. Ребята решают провести эксперимент и опробовать гипотезу на себе, ведь у каждого из них есть какие-то свои жизненные проблемы. Они решают выпивать в рабочее время, но строго следуя правилу, при котором содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,5% промилле, а после восьми вечера и вовсе прекращать пить. Некоторое время спустя гипотезы начинают работать, и хорошие результаты не заставляют себя ждать. Мартин, герой Матса Миккельсена, воссоединяется со своей женой и детьми, от которых в последние годы отдалился. На работе он чувствует прилив сил и вдохновения, которого уже давно не ощущал. Дальнейшие события развиваются настолько стремительно, что неумолимо приводят к довольно печальной развязке, поэтому рассказывать дальше я не буду, чтобы сохранить вам интерес к этому фильму. Несмотря на то, что персонаж Матса Миккельсена является центральным героем картины, Томасу Винтербергу и его коллеге Тобиасу Линдхальму удалось подробно раскрыть остальных персонажей и вывести достаточно драматические эпизоды во главу угла. При этом актерский состав справился не просто отлично, а феноменально. Сцены в состоянии опьянения весьма реалистичны, а ссоры вызывают чувство переживания за героев. С технической точки зрения фильм довольно прост, но по-своему красив. Томас Винтерберг предпочел сконцентрироваться на актерах и их игре, на динамике их взаимодействия, уделяя при этом меньше внимания съемкам, пейзажей и отдельных объектов интерьера в кадре. Музыкальное сопровождение не осталось в стороне, оно сочетается с происходящим на экране и подчеркивает все значимые события. А финальный трек, подчеркивающий решение главного героя, запомнится вам надолго. Фильм получил очень теплый прием от критиков и прессы. Оценка на метакритик составляет 81 балл из 100 и 93% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. В настоящее время фильм выдвинут на премию золотой глобус, как лучший фильм на иностранном языке. Несмотря на его успехи, в мировом прокате фильма удалось собрать всего лишь чуть больше 3,5 миллионов долларов, тогда как его бюджет составил около полутора миллионов долларов. Еще по одной определенно заслуживает внимания, его нельзя назвать пропагандистским, ведь он ни в коем случае не выступает за употребление алкоголя, хотя изначально у вас может появиться желание опробовать действие гипотезы на себе. Но чем ближе к развязке подходит фильм, тем больше появляется понимание того, что как раз наоборот показывает довольно реалистичную картину происходящего с теми, кто употребляет спиртное в поисках спасения от обыденности и серости своего существования.